И действительно, Беларусь входит в новый 2024 с большими задачами и возможностями, которые появились благодаря важным политическим решениям главы государства как на международной арене, так и на национальном уровне. Среди знаковых событий уже прошлого года – юбилей Дворца независимости, послание президента, народу и парламенту, целая серия международных визитов нашего лидера и правительства, а также важных гостей, которые приезжали к нам. Однозначно, можно сказать, попытка Запада изолировать Беларусь провалилась. Алексей Волков собрал самые важные для нашей страны моменты, которые мы прошли вместе. Год нашей политической осознанности, год поездок и год важных для Беларуси решений. Таким мы запомним 2023-й – ярким, сложным и таким важным для страны. Зимбабве – далекая африканская страна. Была. Сегодня государство по духу нам куда ближе, нежели те же прибалтийские страны. Сегодня весь мир смотрит на колыбель человечества с интересом. Но мы это сделали первыми. Сегодня крупнейшие государства планеты, как у нас принято говорить, сильные мира сего, пытаются разделить и переделить мир. Эти самые государства пытаются подчинить такие государства, как мы, Зимбабве, Беларусь, подчинить себе и получить соответствующие выгоды от этого. Я уже говорил об этом. Зимбабве – это кладовое самых перспективных полезных ископаемых, без которых мир существовать не может и никогда не существовал. У вас в недрах земли есть все. Приезжали африканцы и к нам. Обмен на разных уровнях идет без перебоев. И это же символ того, что неоколониальный мир больше не работает. Теперь алгоритм не «мы забираем все под себя, который сделан в США», а «работаем на взаимовыгодных условиях» – белорусской выделки, ну и Китай. Туда президент за год летал дважды. Когда я готовился к этому визиту и своих коллег допрашивал о том, что надо сделать, что не движется, чтобы сказать председателю об этом, мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Но ведь мы были еще и председателем ВУДКБ. Ряд встреч за год ознаменовался саммитом во Дворце Независимости. Журналисты запомнили метель и неприехавшего Пашиняна. История же запомнит эти слова президента Беларуси на климатическом саммите в УАЭ. Мы здесь собрались для того, чтобы в очередной раз высказать озабоченность. А те, кто даже здесь выступали в первых родах, озаботившиеся за внуков, они ведь ведут эти войны. А войны – это страшное загрязнение планеты. Давайте это остановим. Поэтому самое главное – нам надо научиться говорить меньше слов, а больше делать. 2023 в Беларуси был не только годом мира и созидания, но и временем доброй воли. Уже вовсю работает комиссия по возвращению. И память мы свою не придаем. Польша, Литва, Латвия и ежесними памятники сносят. Мы открываем мемориальный комплекс в Хатыни. До сих пор мы старались не обременять чувством вины детей и внуков палачей, пришедших на нашу землю, чтобы окончательно решить вопрос с нами, восточными славянами. Мы ранее не подчеркивали, что большинство стран Западной Европы встали под знамена гитлеровской Германии. И мировой капитал оплатил этот подход. Они против нас сегодня санкции вводят. Развязали экономическую и информационную войну. Но мы не забыли, и наследникам карателей тоже напомним. Еще одна важная грань Белоруссии – открытость. Пока Александра Лукашенко называют последним диктатором Европы, первые продлевают безвиз соседям, мол, приезжайте сами, посмотрите что да как. Не чурается президент и общение с зарубежными СМИ. С представителей США, Великобритании, Австрии, Франции, Японии. Всем президент отвечал прямо и открыто. Но больше всего кассу сорвала беседа с украинкой Дианой Панченко. Только на ютуб-канале «Беларусь-24» 14 миллионов просмотров. В первые дни специальной военной операции, если вы помните, я сделал заявление, что мы не увязываемся в этот конфликт, мы мало чем можем помочь. Россия и так может справиться с кем угодно. Но стрелять русским в спину мы не позволим. И, конечно, безопасность. Тут Минск соседей переиграл настолько филигранно, что у поляков свело челюсть на звуке «Ааа». Беларуси вернули ядерное оружие. Фрагмент из послания президента народу и парламенту. Я не пытаюсь кого-либо запугивать или шантажировать, в который раз об этом говорю. Господь с ними. Я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу. Своей историей, всем своим существованием мой народ этого заслужил. Под плеткой жить больше не хотим и рабами не будем. Неоднократные встречи с главами спецслужб СНГ, переосмысление нашего места в мире. Больше никаких давайте жить дружно, если не хотят. У нас есть зубы постоять и за себя, и за союзника. Яркий пример – марш ЧВК «Вагнер» на Москву. Остановили его вместе Лукашенко и Путин. Ни в коем случае не делать из меня героя с Путина и Пригожина, потому что мы прошлепали эту ситуацию. Мы ее упустили. А потом, когда она начала развиваться, мы видели и думали, что рассосется и я, и Путин. Ну, я в меньшей степени, если уже откровенно говорить. Но тем не менее, оно не рассосалось. И саммит ЕАЭС, и неформальная встреча СНГ в Питере – уже нам привычный формат. Понимание в союзе и содружестве есть, желание работать над недостатками тоже. А значит, благополучие и удача нас не оставят в стороне уже в новом году. Алексей Волков и Павел Позняков, агентство теленовостей.